В Ильгард стал первым населенным пунктом Сыктывдинского района, где появилась экологическая ноу-хау. Специализированная установка для сбора алюминисцентных, энергосберегающих ламп, аккумуляторов и батареек должна избавить райцентра от вредных отходов. Местному бюджету чудо-контейнер обошелся в 70 тысяч рублей. Виктория Палкина оценила новшество. Контейнер для сбора отработанных ламп и батареек установили прямо на входе в здании Вильгардской администрации. На днях появилась и табличка. Здесь расписано все, что можно выбросить в современный мусорный бак. Впрочем, среди жителей райцентра нашлись те, кто решил проверить на прочность это ноу-хау. Но ни камни, ни любые другие тяжелые предметы контейнеру не страшны. Главный плюс этой установки – лампы при попадании в специализированные отсеки не бьются. Разработали конструкцию на Рыбинском заводе. Власти Вильгарта уверены – сельчане очень скоро привыкнут к экологически правильному сбору отходов. Тем более для населения все бесплатно. Мне кажется, это все быстро произойдет. Как они увидят, что соседи пойдут выносить, то, я думаю, народ пойдет, будет выносить. Вывоз опасного мусора возьмет на себя уже районная администрация. Единственная лаборатория по утилизации ртуть содержащих отходов находится в том же Соктовидинском районе в Язеле. В прошлом году лишь 25 населенных пунктов Коми заключили договоры на обеззараживание отработанных ламп. В этом году и того меньше. На самом деле выбрасывать такие отходы, как отработанные люминесцентные лампы, весьма опасно как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Поскольку люминесцентные лампы в среднем содержат от 20 до 560 грамм ртути, паров ртути, которые являются весьма токсичными для организма человека. В планах Соктовидинских властей оборудовать такими установками все населенные пункты муниципалитета. Но пока всерьез о приобретении современного контейнера говорят лишь в Зеленце. Виктория Палкина, Олег Юшков, Олег Костромин, телеканал Юрген, Соктовидинский район.